Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как можно избавиться от спаек в малом тазу. У женщин это матка, придатки, яичники. У мужчин это толстый кишечник, низ тонкой кишки и простата. Поехали, смотрим. Для этого лягте на спину и найдите крылья таза. Это вот эти косточки, которые уходят таким вот образом. Для вас специально я ограничил эту зону зелёным. Ниже будет находиться лобок, выше пупок. И вот в этом круге нам и нужно работать. Как раз таки, если поделить от лобка до пупка расстояние на три части, то нужно работать больше в средней и в нижней части. Чтобы уменьшить влияние спаек малого таза после различных манипуляций, пусть это будет аппендектомия, пусть это будут различные операционные вмешательства другого типа, типа кесарево сечение, длительные запоры могут формировать, спайки. Нужно сделать следующее. Именно найти среднюю и нижнюю часть и встать как бы от пупка буквально на 5 сантиметров по бокам. Вот в этой проекции. Примерно здесь будет находиться мочевой пузырь. Если он наполнен, вы будете чувствовать желание сходить по маленькому. Если нет, сходите лучше сразу, чтобы не было конфузов. Встаем таким образом и, немножко погрузившись вниз руками, начинаем толкать в одну сторону и в другую сторону все, что есть внутри. Если вы чувствуете сильное сопротивление ткани, либо боль, можете согнуть ноги в коленях и поставить их на поверхность, на которой вы лежите. Какие ткани же мы будем здесь сдвигать? Это и часть тонкого кишечника. Конкретно если брать, это подвздошная кишка. Также у женщин это будет проекция матки. Больше ее дно, то есть верхняя часть матки. А также, так как будет двигаться и матка, у женщины это и яичники, и придатки. Если подлезть чуть глубже и ниже мужчин, можно стимулировать таким образом подвижность простаты. И погрузившись вниз, сдвиньте максимально, насколько позволяют вам эти ткани, вправо. Все сдвигайте в одну сторону. Сдвигайте до тех пор, пока не почувствуете сильное натяжение. Отпускайте. После этого сделайте несколько вдохов, отдохните. Снова погрузитесь вниз и сделайте то же самое, только влево. Сдвигая, ощущайте, в какую из сторон было меньше натяжения и было легче двигать. А также отметьте, в какую из сторон было больнее двигать и ткани были тяжелее натянуты. То есть двигать было тяжелее. И как раз таки в ту сторону, где натяжение было болезненным и более тяжелым, нужно сдвинуть ткани и постоять в этом натяжении. То есть одной рукой, которая у вас толкает, вы ее толкаете, второй рукой помогаете сдвигать кожу и тянете. То есть делаете движение одновременно двумя руками. А не так, что это фиксирует, а вторая в нее пихает. Нет, движение должно быть двумя руками одновременно. То есть встали, погрузились и сдвинули. Натянули до терпимого ощущения боли и дышите. Делайте комфортные вдохи-выдохи. Делайте таких несколько вдохов-выдохов до тех пор, пока не почувствуете расслабление болевых ощущений в этом месте. Вы даже можете почувствовать, как внутренние органы у вас физически начали сдвигаться в какую-либо из сторон. И это приносит облегчение в той зоне, где вы испытываете болезненность. Обычно так, в какую сторону толкающая рука действует, с той стороны и болит. Но при сдвижении именно в одну из сторон вы можете почувствовать отголоски боли в пупке, в надчревье, где-то в проекции паха. За этой болью и нужно следить. Натянули и ждем, пока боль стала меньше. После этого убираем руки, как боль отпустила. И поиграйтесь в надувании живота. То есть надо живот надуть, втянуть. Надуть, втянуть. И немножко расшевелить ткани. После этого можно лечь на бок, на один, на другой. Позгибаться, поразгибаться, чтобы задать мобильность. Таким образом притрется у вас малый таз. Всем понятно? Понятно! Пользуйтесь!